Еще никогда встреча в Парнасе не собирала столько гостей. Я такая счастлива и довольна, что я познакомилась с людьми из Парнаса. И что они меня пригласили в свой кружок. Я просто хожу как любитель, слушать их. Понимаете, там такие замечательные люди, как Ольга Яковлевна Сорокина, Катюша Нефедова появилась там вот недавно, такая красавица. Это с ним Чиновские поэты, Наджаровые. Это же замечательные люди. Приходишь сюда, получаешь такое удовлетворение, и уходишь, какой день с каким-то блаженством прошел. Открывая не заседание, а торжество, руководитель литературного объединения призналась. В презентации долгожданных книг и стихов литературного объединения Парнас с многозначительным и неслучайным названием «Душа в заветной мире». Эти строчки из стихотворения Пушкина как нельзя лучше отражают суть поэзии. Ведь каждый поэт в своих стихах открывает нам всю глубину чувств и переживаний. Литопарнас можно назвать ветераном на поэтической ниве Подмосковья. Стихи Одинцовских поэтов публикуются в самых разных изданиях страны. Но сборник «Душа в заветной лирии» впервые за 16 лет объединил коллег по Перу в один фолиант. Издание профинансировала администрация города, а всю работу в кратчайший срок выполнили трое. Ольга Сорокина, Анна Синякина и Ким Таранец. Ким Григорьевич Таранец. Гордость Одинцова. Он с боями прошел всю войну. По профессии музыкант, замечательный художник. Стихи писал всегда, под бомбежкой, мысленно. Первый сборник стихов вышел тоже по инициативе Парнаса, когда автору было уже за 80 лет. На этой встрече он читал много. По памяти, о войне, о жизни, о маме, о пожарах сиреней и, конечно, о судьбе Родины. Олеют рассветы, дымятся закаты. Как хочется видеть Россию богатой. Не в пресс и потоках, не в сводках министров, а в мирных музейно расписанных избах. Поэты Яростав Аршинов, Ольга Волкова благодарили руководству ЛИТО за изданный сборник и читали свои стихи. Ольга Волкова с нежностью о любимом городе. Друг желанный, город Одинцова, К сердцу прикипевшая земля. В сентябре наряда золотого Не жалеют клёна тополя. А пока тенистые аллеи Песни соловьиные с утра. Вечерами небо так аллеет, Будто от огромного костра. На торжестве было много музыкальных номеров. Блистала Катерина Нефёдова. Она не растерялась, когда забарахлила техника, Спустилась в зал и пела без фонограммы. Зал тепло приветствовал ансамбль скрипачей Одинцовской детской музыкальной школы. Я думаю, люди собираются в таких местах, Чтобы передавать энергию музыке, Энергию искусства друг к другу. И пусть творческое объединение «Парнас» Процветает, и всё у него будет хорошо. Юное дарование Одинцова, Георгий Абросов Сегодня учится сразу в трёх-восьмых классах. В гимназии номер один, музыкальной школе И московской среднеспециальной школе имени Гнесиных. Вот такие поклонники «Парнаса». Если бы не «Парнас», я просто не знал бы, что делать, чем заняться. Замечательный коллектив, там много молодых. Галина Поликарпова, Евгений Муравлёв, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok